Братья и сестры, я вас всех приветствую. Мир вам. Ну вот, когда вы в руках держите вашу Библию, ну, в первую очередь, что бросается в глаза, это деление Библии по главам и по стихам, что делает очень и очень удобным ориентацию. Однако, в изучении отдельной книги в целом как раз-таки главы и стихи занимают уже второстепенную роль. В изучении очень нужно и очень интересно заметить замысел автора. А если, к примеру, это Евангелие, у нас их четыре, и вот очень важен в Евангелии евангельский сюжет. Дело в том, что события жизни нашего Спасителя в Евангелиях не всегда располагаются хронологически. То есть, события выстроены для читателя, чтобы у читателя сложился вот этот вот сюжет. Поэтому узнать книгу по главам и стихам – это одно, а вот понять сюжет – это уже, наверное, немножко другое. Я приведу один пример. Пример Евангелия Теана. Я думаю, если вы знаете эту книгу, вы со мною согласитесь. К примеру, через все вот это вот Евангелие, Евангелие Теана, проходит мотив. Вот вспомните эту книгу. В общем, не кажется ли вам, что когда вы читаете эту книгу, вот просто как читатель, наблюдатель со стороны, вы как будто бы попадаете в зал. Вы как будто бы попадаете в зал суда. И в этом зале суда проходит процесс над Иисусом. Вы читаете это Евангелие, и появляются люди. То есть события в этом Евангелии, автором, евангелистом Иоанном, выстроены так, что появляются различные люди, и это свидетели, которые дают свои показания. Они дают свои показания об Иисусе Христе. Вот некоторые из этих свидетелей, к примеру, Ян Креститель, между прочим, о нем так и написано, что он пришел для свидетельства, первый свидетель, который вот нам с вами, находящимся в зале, говорит, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Мы читаем с вами дальше история женщины из около колодца в Самарии, которая тоже дает свое свидетельство и говорит, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Далее больной из купальни Вефезда, наупрек иудеев. Сегодня суббота, не должно брать тебе постели. Он отвечает и говорит, кто меня исцелил? Тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Служители фарисеев и преосвященников, которые были посланы для того, чтобы арестовать Иисуса, появляются в этом зале и говорят, утверждают, никогда человек не говорил, так как этот человек, слепорожденный, который в ответ на упреки фарисеев говорит, «Он сказал мне, простите, Он сказал им, брение положил он мне на мои глаза, я умылся и вижу». Далее к этому списку присоединяется Понтий Пилат, присоединяется с очень известными словами «Вот человек». А в самом конце повествования мы находим, что оказывается, вся книга, все Евангелие от Иоанна выступают в качестве свидетельства о личности Иисуса Христа. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Но это не все. А для чего мы с вами оказались в зале суда? То есть книга построена так, чтобы читатель тоже сделал свой выбор и вынес свой собственный приговор. В процессе, который продолжается на протяжении всей книги, теперь и самому читателю предлагается принять выбор и вынести уже свой приговор. Братья и сестры, дорогие слушатели, а вот как насчет нашего времени? А есть ли сегодня те, которые дают какие-то показания об Иисусе Христе? Есть ли сегодня вот в окружении нашим свидетелей об Иисусе Христе? Ну, если вы пытаетесь ответить на этот вопрос и думаете, что в первую очередь это церковь, мне кажется, вы поторопились с ответом. Если вы подумали, что главным свидетелем Иисуса Христа сегодня в наше время считается церковь, мне кажется, вы поторопились с ответом. Действительно, свидетельство церкви об Иисусе Христе, оно всегда являлось самой важной частью христианского видения. Однако церковь не единственный свидетель Иисуса Христа. Вот мое желание сегодня вместе с вами обратить внимание на самого главного свидетеля Иисуса Христа. Вот мы с вами попробуем ответить на вопрос, а почему вот личность, о которой мы с вами будем говорить, он является свидетелем? Опять вот приведу текст из Евангелия Теана, именно вторая часть этого Евангелия. Вторая часть этого Евангелия это заключительная речь Господа Иисуса Христа. Это разговор с учениками перед арестом. И вот самое главное, что узнают ученики от своего учителя вот в этой встрече, в этой беседе, это то, что очень скоро Христа с ними не будет. То есть это их сильно удивило, они начали сильно переживать. И вот Христос говорит о том, какой будет их жизнь после расставания, после того, как он будет вознесен на небо. И вот в такой момент, когда Господь говорит о противостоянии мира, и Он говорит, что это противостояние будет выражено самым решительным образом, когда Он говорит, будет ненависть и преследование, ученики слышат следующие слова. Евангелие Теана, 15 глава, последние два стиха. Евангелие Теана, 15 глава, последние два стиха. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, дух истины, который от Отца исходит, вот слова очень-очень важные, Он будет свидетельствовать о мне. Дальше Господь добавляет, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Итак, самый главный свидетель Иисуса Христа это Дух Святой. Как раз-таки вот эти вот слова Господа, вот эти вот короткие два предложения, они помогут ответить нам на вопрос, а почему? Почему Дух Святой главный свидетель Иисуса Христа? Итак, Иисус говорит, что апостолы, Дух Святой и апостолы являются свидетелями, то есть они разделяют одну и ту же деятельность, а именно свидетельство. И что важно, разделяют одинаковую квалификацию для свидетельства, то есть почему апостолы свидетели Иисуса Христа и почему Дух Святой свидетели Иисуса Христа? Потому что Господь говорит, Он был от начала с Иисусом. Почему апостолы могут быть хорошими свидетелями Иисуса Христа? Потому что они были от начала с Иисусом. А теперь мы с вами попробуем ответить на вопрос, а что это значит Для Духа Святого быть с Иисусом Христом от начала. Ну вот, между прочим, когда сегодня проходят судебные процессы, а именно адвокаты, они выступают на стороне, будь то защиты или обвинения. Вот культура, в которой писал апостол Иоанн, в которой жил Господь, она отличалась. Отличалась именно тем, что судья, он устанавливал истину на основании показаний именно свидетелей. То есть, если вы обвиняемый, то есть, очень-очень важен для вас был человек, который бы сказал о вас свидетельство. И поэтому вот в то время свидетель – это очень-очень близкий друг, а не просто человек профессионально обученный юриспруденцией. И вот на этом фоне именно Дух Святой становится лучшим свидетелем Иисуса Христа. Почему? Потому что на протяжении всего служения они были неразлучными спутниками. Неразлучный спутник Христа. Так еще в IV веке начали называть Духа Святого – неразлучный спутник Христа. Изучая священное описание, вот наши с вами братья IV века заметили, что, оказывается, вся деятельность Иисуса раскрывается в присутствии Духа Святого. Вот почему Его свидетельство надежно и Его свидетельство важно. Это имеет значение для нас с вами. А знаете, значение в каком смысле? А в том смысле, что когда Дух Святой сегодня приходит к нам, братья и сестры, дорогие слушатели, Он приходит как Дух Христов. Когда Дух Святой сегодня приходит к нам с вами, Он приходит как Дух Христов. Обладать Духом Святым означает обладать Христом. Не иметь Духа Святого означает не иметь Христа. Я думаю, вы вспоминаете этот библейский отрывок из послания к римлянам, где апостол Павел пишет, это 8 глава, 9-10 стих, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». В этом отрывке дух святой и Христос взаимозаменяемые термины. То есть апостол указывает на их равноценность, но признает различия личности. Вот эти вот три утверждения Священного Писания, «Дух Божий живет в вас», «Дух Христов» и «Христос в вас» – это три способа объяснения присутствия Духа Святого в верующем человеке. То есть вот такое вот сложное и многослойное явление указывает для нас с вами на совпадение качеств Духа Святого и Христа. То есть Дух Святой обладает качествами Христа. Почему? И именно потому, что он был с ним от начала. Именно потому, что это был неразлучный спутник Иисуса Христа. Ну вот между прочим, если читать пророчества Ветхого Завета о приходе Мессии, то вот в этих вот самых ранних пророчествах о Мессии Иисус Христос уже представляется как человек, обладающий Духом. Не один раз вот в книге пророка Исаии мы с вами читаем вот эти вот слова, «Положу Дух мой на Него». То есть Господь постоянно это повторяет, Дух мой будет на Нем, Дух мой будет с Ним. То есть с самого начала мы читаем о Мессии, как о человеке, который обладает Духом Святым. А в Новом Завете очень ясно говорится о служении Духа Святого на протяжении всей жизни Господа Иисуса Христа. Но опять в 4 веке очень интересно говорили «Неразлучный спутник, от чрева матери до могилы». От чрева матери до могилы и даже говорили дальше. Но давайте попытаемся провести короткий обзор того, как это разворачивается в Евангелии. И в жизни Господа можно выделить три вот таких вот этапа, где по-особенному раскрывается служение Духа Святого. Итак, первый этап – это зачатие, рождение и рост. Именно рост, как ребенка. Зачатие, рождение и рост. Ну давайте вспомним Евангелие от Луки. Вот эти вот странные слова, которые услышала Мария. 1 глава, 31 стих. «Зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». И дальше вот ангел, он отвечает для Марии, как это будет, это 35 стих. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Очень интересный язык, язык евангелиста Луки, который, между прочим, подчеркивает связь между служением Святого Духа в период Ветхого Завета и теперь в воплощении Иисуса Христа. То есть используется стандартное выражение «Дух Святой найдет на тебя». Знаете, вот когда мы читаем книги Ветхого Завета, когда Дух Святой приходит на человека, что происходит? Дух Святой становится частью жизни этого человека. И что очень и очень важно, все события жизни этого человека согласовываются с целями Бога. То есть Дух Святой найдет на тебя. Что это значит? Это значит, что все события твоей жизни теперь будут согласовываться с целями Бога. Следующее выражение «сила Всевышнего осенит тебя» – это тоже очень интересный. Очень таинственный язык книг Ветхого Завета. Самая последняя глава книги «Исход», когда Скиния была построена, значит, что написано о Моисее, 40-я глава, 35-й стих. Написано, что Моисей не мог войти в Скинию собрание. Почему? И вот повторяется это слово «потому что осеняло Скинию облако, и слава Господня наполняла Скинию». А чем был особен этот шатер? Шатер, который построил Моисей, шатер, на место которого стал храм. Чем было особено это место? Это место было как раз таки особено тем, что слава Господня находилась там. Ни золото, ни украшения, ни служения делали это место особенным, а именно слава Господня, которую он наполнял. Знаете, что интересно, вот история израильского народа, она идет очень интересным образом, опять загадочным для нас с вами образом. И вот уже пророк Иезекииль, он видит странное видение и отмечает, что вот такая вот была жизнь израильского народа, и он говорит, что отошла слава Господня от храма. То есть пророк Иезекииль увидел, как эта слава, она отошла от храма. Но далее в этой же книге пророков, в других книгах пророков мы с вами читаем о том, что Бог дает обещание. Слава отошла, но когда-то она вернется. И поэтому, когда мы читаем с вами Новый Завет, Иисус Христос – это обещанная слава. Интересно, что с самого начала его жизни Дух Божий, Дух Святой, Он присутствовал в нем. Вот, между прочим, если думать об этом обетовании, которое получила Мария, Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенить тебя. Вы знаете, вот если читать два стиха, которые мы с вами отметили, то вот это вот действие, сошествие Духа Святого или присутствие Духа Святого в этот момент зачатия, оно имело одну конкретную цель. И вот ангел это подчеркнул, то есть для чего, почему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Из чего мы с вами делаем очень важный вывод, то есть служение Духа Святого вот в этот момент жизни Господа заключалось в том, чтобы сохранить святость и безгрешность того, кто должен был родиться. Почему найдет на тебя? Почему осенить тебя? Для того, чтобы рождаемое Святое. То есть служение Духа Святого в этот момент заключалось в том, чтобы сохранить святость и безгрешность того, кто должен был родиться. Почему? Почему? Дело в том, что человеческая природа Христа, она не была создана Богом. Человеческая природа Христа, она была унаследована через Марию. Между прочим, это наша с вами человеческая природа. Природа, которая очень-очень склонна к огромному количеству пороков. Дух Святой должен был воздействовать на эту природу, чтобы сохранилась святость. Только благодаря служению Духа Святого Божественная Личность Христа смогла обрести природу человека. Благодаря служению Духа Святого Божественная Личность Христа смогла приобрести природу человека. Вы знаете, как о Нем написано в Писании, опять в Послании Кремль, мы читаем, что Он пришел в подобии плоти греховной. Вот как Писание говорит о Нем, как пришел Христос. Он пришел в подобии плоти греховной. То есть прийти в подобие плоти греховно, но при этом остаться незапятнанным грехом и остаться святым. Вспомните, как красиво говорит о нем об Иисусе Христе послание к евреям. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный в высшие небесы. Таким образом, именно служение Духа Святого в рождении Иисуса Христа позволило нашему Спасителю принять в природу человека. И Писание теперь может называть его последний Адам, подчеркивая природу человека, а с другой стороны, Писание называет его Господь с неба, подчеркивая его святость. С одной стороны, единение с человеком по природе, в то же самое время, свобода от проклятия Адама. То есть Христос принял природу человека и стал одним из нас с вами. И знаете, вот поскольку Дух Святой осветил этот союз с момента зачатия, именно поэтому Христос был способен понести вину других. То есть вот этот вот союз был освящен Духом Святым с самого зачатия. И именно поэтому Иисус Христос смог понести нашу с вами вину. Итак, основатель всего человечества Иисус Христос приходит в мир благодаря Духу Святому. Но опять интересно, пишет Священное Писание дальше о служении Духа Святого в жизни нашего Господа, Спасителя. Есть еще одна не менее интересная история уже ранних лет в жизни Господа. Вот Писание говорит нам об Иисусе Христе, когда Ему было 12 лет. Вот посмотрите, какой вывод или итог подводит Евангелие Слука вот этому периоду жизни Господа. Это Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Луки 2, 52. Иисус преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и у человека. То есть, когда Господу было 12 лет, вот что говорит о Нем Священное Писание. Преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и у человека. Посмотрите, как интересно отмечается развитие Иисуса Христа. Ну, интеллектуальное развитие. У Него была премудрость, в которой Он рос. Социальное развитие у Него было. Любовь, люди Его любили. И духовное развитие. Бог обращал на Него внимание, Бог любил Его. То есть, с точки зрения человека Иисус возрастал в премудрости. А с точки зрения Священного Писания, что такое рост мудрости, это исполнение древнего пророчества. Книга пророка Исаии, 11 глава, первые два стиха. Произойдет отрасль от корня Иесеева. И ветвь произрастет от корня Его. Почиет на нем Дух Господень. Что же это за Дух? Дух премудрости и разума. Дух совета и крепости. Дух видения. Дух видения благочестия. А позже, когда мы смотрим на жизнь Спасителя, читаем о Его жизни в Евангелиях, вы знаете, что становится очевидным и очень-очень приятным? Очевидным становится то, что Христос очень хорошо был знаком с Библией. Не так ли? Иисус Христос хорошо знал Священное Писание. Вы никогда не пробовали ответить на вопрос, откуда у него было знание Библии? Откуда у него было такое знание Библии? Вот Лука отвечает нам на этот вопрос. В английском Лука говорит, что он преуспевал или возрастал в премудрости. То есть Христос возрастал в премудрости. Это очень интересно. Это очень-очень важно понимать вот жизнь нашего Спасителя. То есть вот дар знания Священного Писания, ну, простите, не упал на него. А это был процесс его жизни, в котором Дух Святой воспитывал вот это вот понимание Священного Писания. И так Христос хорошо был знаком с Библией, что питалось долгими годами размышления. То есть долгие годы размышления, знакомства с Священным Писанием, размышления над Священным Писанием. И как результат вот такая вот свежесть и авторитет о его учении. Ну вот в жизни Иисуса Христа служение Духа продолжалось постоянно. Опять во второй главе немножко раньше Лука пишет и говорит, что «Младенец возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодать Божия была на нем». Таким образом, ну, Писание как бы отмечает все эти этапы. А вы знаете, вот эти вот этапы жизни, младенчества, отрочества, когда ему было 12 лет. И потом мы с вами читаем уже о взрослом Господе Иисусе Христе, который выходит на служение. Поэтому, когда мы смотрим на Христа, Он прошел каждый этап жизни. Он был младенцем. Так, у нас есть младенцы. Этим был младенцем среди младенцев, чем Он осветил младенчество. Он был ребенком среди детей, освящая детство и подавая пример всем детям. Пример послушания родителям. Он был молодым человеком, освящая молодость молодых людей, оставляя пример послушания Богу. Ну и вот, если говорить о ранних годах жизни Иисуса Христа, вот итог подведу вот этой интересной истории. Помните, когда после посещения праздника в Иерусалиме каждый из родителей начали искать его? Да, то есть как-то получилось, что один думал об одном родителе, другой думал о другом. Ну и как результат Христос остался в Иерусалиме. Они этого не заметили. И вы помните, что когда вернулись родители, они искали его 13 лет, простите, они искали его 3 дня, Господу было 12 лет. Когда нашли его в храме, очень интересные слова. Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Вы знаете, как-то слушал одного проповедника, он проповедовал этот библейский текст, он говорит, вы знаете, если бы я, когда мне было 12 лет, вот так бы ответил своей маме, он говорит, я не смог бы сесть до конца дня. А вы знаете, вот эти слова, они очень загадочны. И вот на протяжении всей истории христианства, вот люди, которые изучают Библию, не знают, что с этими словами делать. То есть вот, ну как это все понимать? Очень-очень сложно. Ну вот есть одно такое предположение, которое мне лично, оно очень-очень по сердцу, оно очень замечательно, очень глубоко. Вы знаете, как-то подходит вот именно к контексту. То есть почему Христос сказал, зачем вам нужно было искать меня? Скорее всего, сами родители не один раз говорили Господу, что на земле есть особое место, где человек может созерцать лицо Бога. Скорее всего, сами родители говорили ему, это храм. Скорее всего, родители учили его с самого детства. Когда ты приходишь в храм, ты можешь там созерцать Бога. То есть именно поэтому Господь говорит, ну, где вы должны были искать меня? Ну, к чему эта история, братья и сестры? Это история к тому, каким было детство Господа. Как Дух Святой освящал его детство. То есть все эти годы он присутствовал с ним. И к чему он вел его? Он вел его к тому, чтобы созерцать лицо Бога. Он вел его к тому, чтобы, прости в премудрости, то есть изучать священное писание, знать Библию, размышлять над словами Библии. То есть с самого раннего детства Христос начинает осознавать значение писания для своей жизни. Ну, следующий этап это, где по-особенному раскрывается служение Духа Святого, это крещение Христа, искушение и выход на служение. Я не буду читать события крещения. Я думаю, вы помните, ну, просто можете вспомнить коротко для себя. Чем особенно это событие? Событие крещения особенно тем, что это начало общественного служения Христа. То есть вот в своем крещении водой он посвящает себя грядущему крещению смерти. На что хочу обратить ваше внимание, на самую первую проповедь Иисуса Христа после крещения. Это Евангелие от Луки 4, 18. Вот что он проповедовал в синагоге после крещения. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу. Ну, очень интересно, как Господь появляется на страницах истории человечества. Он появляется, как долгожданный пророк. Он послал меня благовествовать. То есть Христос на страницах истории человечества появляется, как долгожданный пророк. Он проповедует Слово Господне. Далее Писание отмечает, что в момент начала служения Христу было 30 лет. То есть рождение, потом 12 лет и следующая отметка возраста Христа – это 30 лет. Что, вероятно, отражает возраст вступления в священническое служение. Таким образом, Иисус на страницах истории человечества появляется как священник. Он появляется как пророк, он появляется как священник. И, в конце концов, голос с неба. Сей сын мой возлюбленный, в котором его благоволение, он перекликается словами 2-го псалма. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвущу определение, и Господь сказал мне – ты сын мой, я ныне родил тебя. Следовательно, сушествие Духа Святого в момент крещения является помазанием. Помазанием для служения Иисуса Христа. Да, именно как пророка он благовествует, как священника, который принесет жертву, и царя, который должен будет править. Между прочим, это новый этап служения. То есть Господь выходит к людям. И опять мы говорим об ограниченной человеческой природе. То есть представьте себе задачу. То есть Христос в ограниченной человеческой природе. Он нуждается в силе Духа Святого. Нуждается в силе Духа Святого, чтобы через смерть, воскресение и вознесение стать тем, кто будет крестить людей Духом Святым. В ограниченной человеческой природе Господь нуждается в силе Духа Святого, чтобы впоследствии стать самому тем, кто будет крестить людей Духом Святым. Теперь Священное Писание, говоря о жизни Христа, показывает нам служение Духа Святого для достижения искупления человечества, для достижения нашего с вами искупления. Иисус был крещен Духом Святым, чтобы жить под водительством Духа Святого. Ну и опять, думаю, если вы знакомы с Евангелием, и вы вспоминаете хронологию событий, что после крещения происходит сразу искушение, да? О чем это говорит нам с вами? Это говорит нам с вами, что вот для чего нужна была сила Духа Святого. То есть вот именно это событие крещения, оно приготовило Иисуса Христа к противостоянию, к самому страшному противостоянию, то есть немедленно сопровождается искушением в пустыне. Крещение немедленно сопровождается искушением в пустыне. Ну вот такой вопрос. Как часто вы вспоминаете свое крещение? Хорошо, и если вспоминаете, то для чего? Следующий вопрос. Как вы думаете, вспоминал ли Христос о своем крещении? Если вспоминал, то для чего? Вот приведу один пример. Это 6 глава Евангелия Теана. Очень интересные из его слова. Он всегда помнил свое крещение. И помнил в определенном, в особенном смысле. Вот в 27 стихе он говорит людям, старайтесь снять пищу тленной, но пищи нетленной, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. То есть он говорит, что вот у меня есть то, что я могу вам дать. Это особенная пища. Пища, которая у вас сохранится даже до вечности, она не пропадет. Почему он так с уверенностью мог говорить о себе? Вот конец этого стиха подчеркивает, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Вы знаете, вот эта память крещения всегда была в нем. И была особенным образом, как печать, которую положил на нем Отец. В этом смысле, вот, в сошествии Духа Святого служило для Христа как заверение любви Отца. То есть он шел и постоянно помнил, что Отец поставил на нем свою печать. Он ушел и помнил, что он готов страдать, как слуга Господень. И помните, в Гефсимании, когда все казалось наоборот, все казалось неправильным, как он обращался к Отцу? Он к Отцу обращался Ава-Отче. Вот эта вот печать, которую поставил на нем Отец во время крещения, она сохранилась с ним через всю жизнь. Это было заверение в том, что Отец любит Его. Отец любит Его, и Дух Святой ведет Его. Вот вернемся к Господу, к событиям Его жизни. Что для Господа значило водительство Духа Святого? Вот мы с вами отметили, что это значило, что сразу после крещения Он попадает в пустыню для искушения дьявола. Почему Он идет и как Он туда попадает? Писание нам отвечает, что Дух ведет Его в пустыню. В этом мы с вами сильно отличаемся от Господа. Знаете, почему? Потому что сегодня нам с вами нужно водительство Духа Святого для чего? Чтобы избежать искушения, не так ли? Нам очень нужно сегодня водительство Духа Святого, чтобы не впасть в искушение, избежать в искушение. Посмотрите, как отличается жизнь нашего Спасителя. Дух Его ведет к искушению, ведет оккупированную врагом территорию. Вот опять иногда, читая Священное Писание, ну не скажу, что это ошибка, нет-нет. Мы, когда думаем об искушении Иисуса Христа, нам кажется, считаем, что это образец искушения верующего человека. То есть можно говорить и да, можно говорить и нет. То есть мы с вами иногда говорим, что Христос был искушаемый, когда-то вы будете искушаемы, мы будем искушаемы. Мы говорим о том, что Христос противостоял, и нам нужно противостоять подобным образом. В каком-то смысле это правильно. Но вот в действительности, братья и сестры, вот для чего написана эта история об искушении? Написано так, чтобы мы увидели, что Его искушение очень сильно отличается от того, что может случиться с нами. Это главная мысль. Чтобы мы с вами заметили, что Его искушение очень сильно отличается от того, что может случиться с нами. Почему? Потому что Его искушение не было просто личным. Оказывается, его искушение имело вселенское значение. Это было искушение последнего Адама. И главное значение этого события заключается не в том, как наше искушение похоже на его, а главное значение этого события заключается в обратном, заключается в уникальности того, что пережил Христос. Вот для чего Писание оставляет нам эту историю, чтобы мы с вами заметили, что его искушение, оно было уникально. Почему? Потому что Христос вошел во владение врага, потому что Христос принял нападение врага. И послушайте, дорогие друзья, братья и сестры, впервые враг отступил, впервые в истории человечества враг отступил. То есть именно поэтому такого никогда не было и никогда, никогда не будет. В силе Духа Святого в пустыне Иисус сражается от имени Своего народа и за спасение Своего народа. Но вот опять, если говорить о сюжете, о том, как евангелисты располагают эти события, о том, как мы с вами можем пропустить, не заметить, но вот если заметишь, это как, знаете, жемчужины, которые остаются очень дороги для сердца. Интересно, что вот евангелист Лука события крещения и искушения в пустыне строит в определенном порядке. Если говорить о том, как Лука пишет о жизни Господа, то между крещением Иисуса и искушением евангелист помещает родословие. Немножко странно, да? То есть между крещением и искушением евангелист помещает родословие, которое прослеживает Иисуса к Адаму. Знаете, что получается? Получается, что вся история человечества помещена между крещением и искушением. Можете представить? Вот может быть это замысел автора, может это то, что хотел Лука передать, вот читателю, чтобы заметил читатель, что между событием крещения Господа и его искушением находится вся история человечества. Поэтому искушение и победа в искушении следует рассматривать в свете того, что когда-то произошло с Адамом. Конфликт, в котором участвовал Иисус, был повторением Адама, где Христос избрал совсем другой путь, путь послушания Бога, это был путь страданий и путь прославления Бога. И вот эти все губительные последствия, они были разрушены. Еще раз подчеркиваю, это дьявол вынужден был уйти, уйти от него до времени. И получается, что искушение это было только началом борьбы, которая в жизни Господа будет продолжаться на протяжении всего пути служения. А вот роль Духа Святого в этом пути, в этом служении, она теперь очевидна. Он направляет Господа в сражении. То есть водительство Духа Святого, Дух Святой теперь направляет Господа в сражении, которое ведется на протяжении всего воплощения. Ну вот говоря о служении Господа, о том, как Он вышел, еще несколько таких мыслей. Хотел бы провести параллель или наблюдение о связи между Духом Святым и характером Господа Иисуса Христа. Ну вот опять попробуйте ответить на вопрос, как вы для себя представляете характер Господа. Хорошо? Ну вот я сейчас приведу библейский текст, немножко подойдем с вами к этому, чтобы сравнить, как вы представляете для себя Господа, как Библия Его представляет. Между прочим, Библия много не говорит, то есть как-то этот характер нужно для себя собирать, складывать. Но мы вернемся вот к тому, когда Господь, когда закончилось искушение. Евангелие Слука 4, глава 14 стих говорит, что возвратился Иисус в силе Духа в Галилее. Вот это его слова, да? То есть что значит вернуться в силе Духа? Он тоже немножко объясняет. Очень интересно объясняет, что это значит. Но это значит не только то, что он проповедовал. Это не значит то, что он исцелял. Послушайте, что дальше. Лука говорит о результатах служения Христа. Что значит вернуться в силе Духа Святого? То есть эффект служения Господа очень-очень значительный. Это следующий стих, 15 стих. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. То есть все говорили о Господе хорошо. Все говорили о Господе хорошо. Что значит вернуться в силе Духа Святого? Все говорили о Господе хорошо. То есть с самого детства Дух создавал в Иисусе качество характера. Мы с вами отметили, как Он рос. Он рос в мудрости, в любви у Бога, в любви у людей. Теперь, когда Он выходит в общественное служение, это продолжается. А вот теперь характер Иисуса Христа. Сам Господь говорит о себе, цитирую пророка Исаия. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 18 стиха. «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положит дух мой на него и возвестит народом суд. Характер Господа не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улицах голоса его, трости надломлено не переломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Здесь мы с вами находим очень ясную ссылку, но какой характер Господа. Очень кроткий и добрый характер. Вот так интересно пишет о нем пророк, что он не доломает тростник, что он не угасит тускло-горящего фитиля, он не привлекает к себе внимания и не демонстрирует свои способности. Откуда в нем эти качества? Опять об этом сказал пророк Исаия. Все это следствие божественного дара положит дух мой на него. Если думать дальше, братья и сестры, то, что далее Писание открывает, как плод Духа Святого или поступать по Духу находит отражение в самом Иисусе Христе. Поэтому отношение Иисуса Христа и Духа Святого не просто богословский разговор, это действительность его жизни. В нем была осознанная человеческая святость. В Иисусе Христе была осознанная человеческая святость. Если говорил Он о блаженствах Царства Небесного, Он Сам был воплощением блаженств Царства Небесного. Если Писание говорит нам о мудрости, которая чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна, это мудрость нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он был мудрым человеком, который показывает свою мудрость, доброй жизнью и делами, которые Он совершал в смирении. Вот что значит жить в силе и благодати Духа Святого. Итак, Писание оставляет для нас с вами портреты Иисуса. В общении с Духом Святым Он обладал истинным знанием Бога. Следующий ключевой этап жизни Спасителя, мы с вами уже будем заканчивать, это смерть и воскресенье. Упоминание Священного Писания о служении Духа Святого во время страданий очень и очень коротко, и опять оно очень и очень загадочно. Об этом написано в Послании к Евреям, 9 глава, 14 стих. Вот как Писание говорит о служении Духа Святого во время страданий Христа. Это коротко, загадочно, без комментариев о служении Духа Святого в момент страдания Иисуса Христа. Ну, точно так же, коротко, может быть, менее загадочно, размышления Священного Писания, Нового Завета о роли Духа Святого в воскресении Иисуса Христа. Послание к римлянам, 1 глава, 4 стих. Знаете, вот по словам апостола Павла, как воскрес Христос? И Павел говорит, что воскрес по Духу Святыни. То есть мы делаем вывод, что Павел говорит, это 1 глава, 4 стих, Послание к римлянам, открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Дух Святой, который участвовал в воскресении Иисуса Христа. Можете вспомнить, Петр пишет, что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив Духом. То есть Дух Святой участвовал в воскресении Иисуса Христа. Ну, еще один интересный библейский текст, и этим текстом мы с вами будем заканчивать. Я прошу открыть вашу Библию. Опять замечательные, прекрасные библейские слова об Иисусе Христе, 1 Коринфянам, 15, 45. Ну, я думаю, вы помните, что 15 глава очень много говорит о воскресении Христа, о сравнении первого Адама, последнего Адама, о плоти тленной, нетленной. Посмотрите, как об Иисусе Христе написано в 45 стихе. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живою, «А последний Адам есть Дух Животворящий». Очень интересно. «Последний Адам есть Дух Животворящий». Животворящий, простите. Очень важно и очень необычно. Библейский стих говорит нам с вами о том, что воскресший Христос и Дух Святой являются одним. Не нужно думать, что произошло слияние. То есть не произошло слияние, Библия в этом не говорит. То есть постоянно остается различие между Сыном и Духом Святым. Вот о служении Духа Святого. То есть почему Господь говорит, что Он от начала со мной? То есть как заканчивается служение Иисуса Христа? А заканчивается тем, что последний Адам есть Дух Животворящий. На взгляд Священного Писания, отношения Христа и Духа Святого, то есть они разделяют служение. Они разделяют служение. Обращу ваше внимание на Евангелие Теана. Вот эти вот показывают, эти параллели. 14 глава, 16 стих. Когда Господь говорит своим ученикам, «Я умолю Отца и даст вам не просто утешитель, Он говорит, Он даст вам другого утешителя». То есть сами слова Господа подразумевают, что один утешитель уже с ними. Вот когда Он уйдет, Его место займет другой утешитель. То есть именно поэтому Господь Духа Святого и называет, что с вами будет другой утешитель. То есть Сын и Дух разделяют служение утешителя и делают это последовательно. Именно в этом смысле. Именно в этом смысле. Через воскресение и вознесение Христос стал Животворящим Духом. Таким образом, когда Господь объявляет о своем уходе от учеников, Он уверяет их, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». То есть как Господь приходит к ученикам. Почему Он говорит, что «Я приду к вам»? Потому что придет другой утешитель, который неразлучный спутник Христа, тот, который обладает качествами Христа, свидетель Иисуса Христа, и теперь вместо Господа, а Дух Святой будет с учениками. Это имеет значение для нас. Служение Духа Святого как неразлучный спутник. А для чего? Для того, чтобы через жизнь и служение Иисуса Христа уже прийти к нам. То есть как Дух Святой приходит к нам с вами? Он приходит к нам с вами через жизнь и служение Иисуса Христа. И прийти к нам с вами таким образом, чтобы тоже изменить нас. Ну, я повторю, братья и сестры. Как Дух Святой сегодня приходит к нам с вами? Он приходит через жизнь и служение Иисуса Христа. Для чего Он приходит к нам с вами таким образом? Для того, чтобы изменить нас, чтобы мы с вами становились как Христос. Если говорить о Духе Святом, братья и сестры, самая центральная функция, самая главная деятельность Духа Святого, в этом не нужно делать ошибки, это делает нас с вами святыми. Это самое главное, что делает Дух Святой, делает нас с вами святыми, похожими на Господа Иисуса Христа. Господь есть Дух, где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господня, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господнего Духа. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Какое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!